Виноград и сад на даче С вами Владимир Исаенко У видео под названием Посадка винограда Удобрения для винограда Я рассказал, какие Удобрения и в каком количестве Необходимо вносить в посадочные ямы При посадке винограда В той же литературе сказано Что в процессе эксплуатации Виноградных насаждений Да не только плодовых деревьев Кустов Необходимо периодически Вносить удобрения Поскольку в процессе Создания урожая Идет вынос питательных элементов Из почвы Для того, чтобы выяснить Сколько необходимо Удобрений вносить Под виноград В процессе эксплуатации Виноградных кустов Обратимся к книге Которая называется Виноградник и уход за ним Авторы этой книги Декан А.П. и Вильчинский В.Ф. Издана эта книга Издательством Бизнес Информ В Симферополе В 2000 году Несколько раз переиздавалась Вот на странице 113 В этой книге сказано Что под молодые насаждения Винограда Необходимо вносить Органические удобрения Осенью В количестве 2 кг на метр квадратный А весной Вносят Аммиачные удобрения 50 г на метр квадратный То есть Азот Для Плодоносящих насаждений Сказано Что необходимо Раз в 3-5 лет Вносить Периодически По 5-6 кг На метр квадратных Органических удобрений Органические удобрения Их лучше вносить Осенью Поскольку они Разлагаются Медленно И доступными Для растений Становятся Через определенное время Вносят Осенью После листопада Тогда Когда закончилось Сокодвижение Можно вносить Органические удобрения И весной До начала Сокодвижения До распускания Почек В этой книге Не сказано Про количество Минеральных удобрений Которые необходимо Вносить Под плодоносящие кусты А также Не сказано Как зависит Количество удобрений Вносимых От Кипа почвы Поэтому Обратимся В такой книге Которая называется Справочник Садовода Любителя Издательство Харьков Прапор 1990 Год И Здесь Имеется Вот такая Табличка Называется Примерные Нормы Удобрений В плодоносящих Семечковых Насаждениях Интенсивного Типа При средней Обеспеченности Почв Подвижными Элементами питания Ну вот Рассмотрим Этот вопрос На примере Семечковых Деревьев Ну вот Эта табличка Перед вами Здесь Вот видите Рассматривается Три типа Грунтов Светлосерия И серия Подзоленные Супещанные Легкие И среднесудлинистые Вот Органических Удобрений Здесь Рекомендуют Вносить Каждые Три года По 4 кг На метр Квадратный Подтемно Серые Оподзоленные Чорноземы Оподзоленные И Высчелочные Средние И тяжелосуглинистые А так же Подчорноземы Обыкновенные И южные Тяжелосуглинистые Рекомендуется Вносить По 3 кг На каждый Квадратный Метр Ну а вот В книге Виноградник и уход За ними Там Просто сказано От 5 до 6 кг Но это примерно Оно согласуется Между собой Кроме того Вносятся Минеральные Удобрения Азот Фосфор Калий Вот в том количестве Которые Указано В табличке Для Более Более Плодородных Почв Вносится Меньше Вот Азота 9 грамм Для менее Плодородных 12 грамм Вносится Ну это же На каждый Квадратный Метр Не под Само Растение А вот Сколько Необходимо Вносить Удобрений В зависимости От возраста Растения Значит Когда деревья Растут Ну виноградные Кусты тоже Корни их Выходят С определенных Посадочных Ям И Занимают Определенную Окружность Вот Для виноград Она еще Определяется Плотностью Насаждений Схемой Посадки Вот такая Табличка Существует В этой книге Где рекомендуется В зависимости От возраста Дерева А также Диаметра Присвольного Круга Он определяется Присвольный Круг Именно Возрастом Дерева Носят Органические Удобрения Вот в таком Количестве И минеральные Здесь На что Хочу обратить Ваше Внимание Что в этих Таблицах Указаны Были Действующие Величины Элементов Питания Минеральных Удобрений Те минеральные Удобрения Которые Выпускаются Промышленностью У них Не 100% Содержание Питательных Элементов А определенное Так в простом Суперфосфате 20% В аммиачной Селитре Порядка 34% Азота А в хлористом Калии 60% Калия Поэтому Необходимо Учитывать И рассчитывать Количество Удобрений Которые Надо внести В зависимости От Необходимого Количества Питательных Элементов Для этого Существует Вот такая Переводная Таблица Здесь В первой Колонке Указано Процент Содержащихся Питательных Элементов Ну то что Написано На упаковке Вашего Удобрения Которое Вы приобретете А вот В самой верхней В заглавной Горизонтальной Строке Указано Доза Питательных Элементов В граммах На метр Квадратных Ну если вам Необходимо Определить Количество Удобрения Например Количество Аммиачного Удобрения Вот То вы Выбираете Вот 34% Да Содержится Азота В аммиачном Удобрении Вот выбираете 34% Проводите Горизонтальную Прямую Вот Вам необходимо Внести Например 6 грамм Азота И Берете Ту колонку Которая Соответствует 6 граммам На пересечении Мы получаем 17,6 Грамма Необходимо Внести Удобрения Чтобы Было Внесено 6 грамм Азота Ну Точно так же Для суперфосфата Вот 20% Да 6 грамм Значит Необходимо 30 Грамм Удобрения Взять Вот Ну И для Хлористого Калия 60% Та же Колонка 6 грамм Это 10 10 грамм Удобрения Вот Таким Образом Пользуется Этой Таблицей Перевода Кроме Внесения Количества Удобрений Периодически Еще проводят Подкормки Корневые И Внекорневые Однако Это тема Следующего Видео А пока Всем здоровьем Удачи И отличных Урожаев До встречи В следующем Видео